Привет! Меня зовут Филин Максим, а это мой французский бульдог Марсель. И в этом видео я расскажу 5 причин, о которых точно необходимо позаботиться перед тем, как заводить данную породу собак. И первая причина не заводить французского бульдога, это то, что собака очень упрямая. И необходимо уметь с Марсиком договариваться, потому что он очень жуткий упрямец, постоянно не слушается, может упираться ногами, не хочет куда-то идти, либо наоборот куда-то хочет. В общем, эта собака не для каждого, не для слабонервного. Какие-то угрозы различные на них совершенно не действуют, поэтому имейте это в виду. Даже сейчас, чтобы снять Марсика на видеокамеру, мне пришлось его уговорить с помощью корма. Французские бульдоги жуткие аллергики, и для них это нормальное явление, если ему какой-то корм не подходит, либо у него чешется пузико из-за того, что он по травке побегал, какой-то шампунь ему не понравился. Для француза это обыденная ситуация, поэтому может сложиться такое, что вы начнете перебирать корма, и самый подходящий корм окажется самым дорогим. Это вообще для французского бульдога нормальное явление. Французский бульдог это не декоративная собака. Если вы гуляете на улице и встречаете какую-то огромную барбосину, будьте уверены, что французский бульдог ею заинтересуется, потому что он не из робкого десятка и кидается, как правило, именно на крупных собак. Мелкие собачки его особо не интересуют. А вот позадираться с какой-нибудь крупной собакой, с доберманом, с хаски, с лабрадором, это вообще за милую душу. Так что французы это настоящие бойцы, не думайте, что это какая-то карманная собачка. От французского бульдога очень много шерсти. Действительно, линей это они практически круглый год, и шерсть вы будете находить по всей квартире, опять же, круглый год. Имейте в виду, что если вы очень брезгливый человек, если вы не переносите песок и шерсть, то здесь, наверное, будут проблемы, потому что шерсти будет очень много, убираться нужно будет постоянно. Ну и пятая причина, это строение мордочки, проблемы с дыханием и абсолютно непереносимость жары. Поэтому, если вы в своих мечтах думали, что вы со своей собачкой будете бегать по речке, будете брать ее в различные путешествия, будете совершать пробежки, да, как некоторые бегают с собаками, то это совершенно не для французских бульдогов. Потому что бегают они хоть и быстро, но недолго. С выносливостью есть определенные проблемы, а жару они совершенно не переносят. Если на улице будет выше, чем плюс 15, то у них сразу становится такое очень нехорошее дыхание, и нужно будет постоянно собаку охлаждать. Поэтому летом собаки, французы, как правило, дольше 15-20 минут на улице вообще не находятся, и их нужно будет постоянно купать. Это были 5 причин не заводить французского бульдога, но если для вас эти причины вовсе не причины, то обязательно заводите эту собаку. Собака очень хорошая, отличный компаньон. Есть отдельное видео, где я рассказываю не только про минусы, но и про плюсы французского бульдога. Обязательно его посмотрите. Если видеоролик был полезен, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну а мы с Марсиком пойдем готовить для вас следующее видео.